Ежегодно, в третье воскресенье июня, по многолетней традиции, в России отмечают День медицинского работника. Именно в этот день работники здравоохранения по-особенному ощущают свою необходимость и свою значимость, гордятся своей профессией, своими успехами и достижениями. Искусство врачевания известно с незапамятных времен. Знахари, лекари, костоправы, целители, доктора, врачи – все они помогали человеку в борьбе с недугами. Мы приходим в этот мир под наблюдением врача, а в случае болезни человек в белом халате становятся главной надеждой и опорой. Именно они помогают восстановить пациентам здоровье в самых разных ситуациях. От обычной простуды до онкологического заболевания, от синяка до травм из-за серьезного ДТП. Собственный профессиональный праздник у медицинских работников появился в Советском Союзе лишь в 1980 году. В указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось, что 3-е воскресенье июня будет Днем медицинского работника. После распада Советского Союза традиция чувствовать медиков в конце июня осталась. Этот праздник до сих пор отмечают и некоторые бывшие союзные республики Беларусь, Армения и Казахстан. За последние десятилетия многое в российской медицине изменилось. Получили развитие медицинская наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения. Были построены новые высокотехнологические центры. Существенно обновлено оснащение больницы-поликлиник. Значительно и выросла доступность высокотехнологической медицинской помощи. Минздрав активно работает над выполнением задач улучшения качества первичной медицинской помощи, подготовки квалифицированного персонала и улучшения условий труда, включая повышение уровня заработной платы. О такой сложной профессии врача и развитии здравоохранения в преддверии профессионального праздника мы поговорим с нашей гостью в студии Наталья Блоняева, главный врач консультативно-диагностического центра ВИВЕ, заслуженный врач Российской Федерации. Доброе утро, Наталья Александровна. Доброе утро. Здравствуйте. В первую очередь, конечно, с наступающим праздником профессиональным мы вас поздравляем. И первый вопрос, который хочется сегодня задать, исходя из вашего личного опыта и, может быть, из внутреннего человеческого отношения, как вы считаете, что самое важное в профессии врача? Вы знаете, наверное, очень много качеств для врача важны. В первую очередь, это, конечно, профессионализм. Наверное, ни в одном высшем учебном заведении столько не учатся, сколько в нашем медицинском. Потому что тут надо, знаете, вот такие вот толстые учебники и знать практически наизусть. Второй момент – это, конечно, чисто человеческие качества. Потому что если человек не может себя пожертвовать где-то своему ближнему, нет добра, нет теплоты, то врач уже не получится. И, конечно, я считаю, что на протяжении всей жизни мы не только закончили институт и забыли учебу, а мы постоянно-постоянно-постоянно учимся. И, конечно, надо иметь хорошую память, чтобы все это запомнить и применить в своей практике. Да, все эти тысячи-тысячи книг запомнить, конечно, своей красивой головой. Да. А еще у нас же медицина, опять же, не стоит на месте, развивается. Вот вы можете нам рассказать вообще, как медицина, чего она достигла у нас в крае? Какие достижения? Во-первых, я хочу сказать, что это цифрализация. И у нас сейчас, мы практически по всей территории края, у нас есть возможность общаться, проводить телемедицинские консультации. Это очень важно. И что интересно, что там, где не было интернета, один из поводов поскорей провести там, сделать интернет, и связь – это именно наличие медицины. И, конечно, мы сейчас этим пользуемся очень широко. У нас сейчас, например, электрокардиограмму мы можем прочитать, находясь у нас в центре, а где-то далеко, в Тугуро-Чумиканском районе, их описывают. Не всегда есть специалисты, врачи, а медицинская сестра или врач другой специальности может снять, передать нам то же самое по лучевой диагностике. Мы можем дистанционно делать и помогать нашим коллегам издалека. Это, я считаю, что важно. И, конечно, у нас на сегодняшний день очень значительно оснащение оборудованием, оно просто стало возможным. То есть представить, я, учась в институте, мы даже не знали, что такое ультразвуковой аппарат. А сейчас это обычное дело. Сейчас в нашем крае компьютерных томографов на долю жителей больше, чем в Российской Федерации. Понимаете как? Поэтому есть возможность пройти диспансеризацию. То есть есть все необходимые для этого ресурсы. И, конечно, в первую очередь люди должны заботиться о своем здоровье. И тоже приходить не тогда, когда что-то уже заболеет, а проходить профилактическую медицину. Это очень важно. Про диспансеризацию вы уже упомянули. Каковы итоги прошедшей диспансеризации? Стали ли люди вообще внимательнее относиться к своему здоровью, обращаться чаще? Вы знаете, я бы сказала так. Если население нашего Хабаровского края так мысленно разделить на три части. Одни люди очень активно стали и заниматься здоровым образом жизни, и правильным питанием. То есть все-все-все, что входит в эту систему. И проходить в обязательном порядке профилактические осмотры. Вторая группа которых так, идите, идите, они идут. А есть еще такая группа людей, которые по два, по три года не приходят. И у них такая позиция бывает страуса, что ли. То есть что есть, то есть, ни за что не пойду. Пока не беспокоят, не пойду. Но вот хотелось бы специально обратиться именно к этой группе людей, чтобы они приходили и приходили, и не боялись. И что профилактические осмотры, они обязательно нужны. И даже если что-то находят медики, ну, это хорошо. На будущее. То есть человек, это позитивно, потому что это все лечится. Потому что нет здоровых людей, есть недообследованные. Конечно, конечно, поэтому здесь это очень важно. Кстати, если перейти все-таки к проблемам со здоровьем у жителей нашего края, можно ли выделить какие-то основные заболевания, которые сейчас в топе? Можно. Я считаю, что это сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, которые, к сожалению, выросли. Это онкология. Онкология, почему-то я опять возвращаюсь к профилактическим, потому что она помолодела. И если раньше мы говорили, ну, онкология – это удел таких пожилых уже людей, все, то сейчас мы видим как раз то, что мы выявляем, но очень хорошо, что очень часто выявляем именно в ранней стадии, когда все излечимо. И люди пришли, проверились, пролечились, и потом они здоровы. Да, и такая возможность есть. Это очень важно. Понимаю, что, наверное, вопрос сейчас будет звучать довольно глупо. Профессия врача, в принципе, очень сильно трудная. Но, тем не менее, из всех трудностей, с какими чаще всего сталкиваются наши врачи сегодня здесь, в Хабаровском крае? Трудности мне все-таки кажется, что здесь есть такое выгорание, когда люди работают не на одну ставку. Бывает так, что какого-то специалиста нет, за него выходит другой специалист, он работает много. И порой вот это, я считаю, что усталость. И, наверное, тоже я бы сказала, что обычный пациент может заболеть, взять больничный и лечиться. А медики, как бы нам там плохо ни было, мы идем на работу и работаем. И еще момент, который бы я хотела, и вот так погрозить немножко пальчиком нашим медикам, что то же самое, как и наши пациенты, они должны проходить хорошие диспансерные профилактические осмотры. И тоже про себя думать, про свое здоровье. Потому что нам почему-то иногда кажется для самих себя, ну, нас-то это не грозит, но вот у нас это очень жестко, вплоть до того, что если сотрудник не прошел профилактический осмотр, я имею право, как работодатель, не допустить его до работы. Пользуюсь этим правом. Очень даже правильно поступаете. Да, каждый должен заботиться о себе, независимо от того, в какой профессии он занят. Скажите, а как вам на самом деле сейчас обстоят дела с укомплектованностью кадрами? Вот вы говорите, нет сотрудников, другие вынуждены работать двойную норму и так далее. Все-таки, если говорить о врачах и о среднем медперсонале, где-то есть сейчас прям, ну, острые проблемы, которые пока не удается решить? Есть. По краю у нас получается, что где-то больше 500 врачей не хватает и 500 средних медицинских работников. И это ощущается, конечно. Но я хочу сказать, что с этого года поступать в медицинский институт добор увеличен до 1100 человек. И это здорово. Но хотелось бы, чтобы все выпускники оставались у нас в край и работали на благо здоровья жителей Хабаровского края. Чего мы и желаем. От рады, на самом деле, что уже в школах даже классы с медицинским уклоном сейчас создаются для того, чтобы дети могли профориентироваться и поступать в музыку. В моей 43-й школе сейчас такой класс есть. Наталья, мы на самом деле вспомнимаем, что время ограничено, но мы хотим еще от всей души вас поздравить с Днем медицинского работника. А также мы знаем, что и вам есть что сказать, наверняка, вашим коллегам, поэтому даем вам стол. Я с огромным удовольствием поздравляю всех своих коллег, и чтобы они берегли свое здоровье, чтобы они работали с удовольствием, и чтобы работа им приносила радость. Каждому врачу большое спасибо и низкий поклон, и каждому вообще сотруднику сферы здравоохранения. В гостях была Наталья Блоняева, главный врач консультативно-диагностического центра Вивея, заслуженный врач Российской Федерации.